Татьяна Миткова Татьяна Миткова пришла на телевидение в 17 лет и десятилетиями работала в кадре. Она запомнилась коллегам принципиальностью, ведь отказывалась сообщать с экрана новости, с которыми была не согласна. Однако, начиная с нулевых, Татьяна всё реже светилась в телепередачах. Татьяна Миткова появилась на свет в Москве в семье ветерана войны, служившего разведке. Так как мама Татьяны работала в посольстве СССР в Швейцарии, детство девочки прошло за границей. Увлекалась будущая телеведущая фигурным катанием и музыкой. Родители даже полагали, что в дальнейшем она поступит в консерваторию. Может, так бы и случилось, если бы Миткова не попала в школу юного журналиста при МГУ. Прилежная ученица была одновременно дисциплинированной и независимой. Татьяна стремилась к самостоятельности, так что в 17 уже устроилась на телевидение помощником режиссёра, параллельно получая образование на вечернем отделении факультета журналистики МГУ. Постепенно Миткова дослужилась до позиции спецкора, а в 80-е работала в программах «Время – 120 минут» и «Международная панорама». Редакторский опыт в последней передаче оказал на девушку колоссальное влияние, ведь её учителями выступали – Всеволод Овчинников и Генрих Боровик. Судьба журналистки совершила крутой поворот, когда настала ведущей телевизионной службы новостей. Почему же уже через год Миткову уволили со скандалом? 13 сентября Татьяне Ростиславовне исполняется уже 68 лет. Ещё будучи редактором «Международной панорамы», Татьяна не боялась рисковать. Однажды она поставила в эфир сюжет про войну в Афганистане, не согласовав материал с руководством. Девушка понимала, что ролик не одобрят, но лично считала, что он должен появиться на ТВ. За самоуправство журналистку понизили в должности и отстранили от работы на 3 месяца, однако не уволили. В 1989-м Миткова работала в программе «Доброе утро» в паре с Владиславом Клярковским. «Когда я был отстранён от эфира за политически окрашенную оплошность, Таня категорически отказалась работать в паре с другим соведущим в знак протеста и в знак солидарности со мной. «Таня, такое не забывается, я обнимаю тебя крепко», – вспоминал впоследствии Флярковский. Как оказалось, виновником отстранения коллеги стал Никита Джигурда. Эпатажного артиста попросили исполнить в эфире одну из своих песен. И тот не нашёл ничего лучше, чем спеть частушку про Раису Горбачёву, которая тогда и являлась первой леди страны. Когда в январе 1991-го советские войска штурмом взяли телебашню Вильнюса, Татьяна отказалась подавать новость, так, как требовало руководство ТСН, и передала часть текста коллеге. За это она лишилась рабочего места. Там всё было без вариантов. Мне не сразу указали на дверь, но лишили возможности работать. То есть поставили перед выбором «Сиди и получай зарплату или уходи». Интересно, что в 1994-м Татьяна получила литовскую медаль памяти, а спустя 20 лет от неё публично отказалась в знак солидарности с Дмитрием Киселёвым, которого президент Грибаускайте лишила награды. После увольнения ведущая не отчаялась. Следующие полгода она сотрудничала с западно-германской компанией, как стрингер. Ну а после августовского пуча Миткова вернулась на отечественное ТВ, вела дневные новости на ОРТ. Правда, и тут нашу героиню ждал скандал. Уж очень её критиковали за провокационный репортаж о связи РПЦ и КГБ. Осенью 1993-го телезвезда перешла на НТВ, где блистала в программе сегодня целых 11 лет. Партнёрами ведущей в разное время были Михаил Осокин, Пётр Марченко и Кирилл Позняков. В 90-х мы о деньгах не думали, наоборот, ещё долго привыкали, что нам за это хорошо платят. «Были моменты, когда мне предлагали сделать выбор в пользу большой зарплаты, например, уйти на другой канал. И хорошо, если такой выбор есть. Хуже, когда его нет», – рассуждала Миткова. Когда на НТВ назрел раскол, Татьяна уборилась в знак протеста, а вернулась на канал уже вместе с новой администрацией. Теледеву единогласно выбрали главным редактором службы информации. И в интервью тогда она заявила, что в кадре больше не появится. «Думаю, Татьяна должна вернуться в эфир. Я говорил об этом и на собрании, и ей лично. Но она не хочет работать в кадре, пока не приведёт в порядок всё, что за кадром. Пока служба информации не заработает в полную силу», – пояснял Леонид Парфёнов. В 2011-м Миткова вернулась в эфир в обновлённой передаче «Сегодня итоги». Затем она на пару лет исчезла с радаров, а потом напомнила о себе в НТВ. Её называли «Легендой ТВ» и одной из самых красивых ведущих. Однако Татьяна Ростиславовна оценила себя прохладно. «Я оказалась в нужный момент, в нужном месте. Если бы я была похожа на крокодила, то не полезла бы в кадр. В нашем деле нужно быть телегеничным. Как раз в жизни ты можешь быть похожим на крокодила. Но если камера к тебе хорошо относится, если голос звучит, ты можешь общаться с аудиторией. «Если нет такой совокупности качеств, то за тебя никто не будет цепляться и говорить, что вот этот человек должен обязательно быть в эфире», – говорила звезда. Она могла бы уже уйти на пенсию, однако в 2018-м возглавила проект «Крутая история». В итоге последний выпуск передачи вышел в марте 2021-го. И с тех пор о проектах Митковой, как ведущей, ничего не слышно. Однако Татьяна Ростиславовна продолжает работать за кадром НТВ. «Я работала на ТВ всю свою жизнь и ничего другого делать не умею. И свою работу всегда любила, и до последних пор не воспринимаю её как обязанность. Отбыть неделю, быстрее бы выходные, а потом отпуск. Лучше уставать, чем маяться от безделья», – говорила звезда. Разумеется, на Татьяну Ростиславовну всегда обращали внимание мужчины. В юности её часто звали на танцы, однако рано начавшей работой девушки было не до них. Первого супруга она нашла, что называется, по интересам. Журналист-международник Всеволод Соловьёв стал отцом сына Митковой Дмитрия. К сожалению, постоянная разлука негативно сказалась на отношениях пары и через несколько лет влюблённые разошлись. Второй супруг телезвезды связан с банковской сферой, а раньше занимался международными отношениями. Сын не пошёл по стопам в Митковой, хотя некоторое время работал продюсером телепередачи. Ближе Дмитрию оказались фотосъёмки, ну а ещё он неравнодушен к автогонкам. Что касается внука-подростка Всеволода, то его заманивать на НТВ Татьяна Ростиславовна не собиралась, подчёркивая, что главное – стать разносторонним, порядочным и хорошим человеком, а главное – счастливым. В 2020 году журналисты заметили Татьяну Миткову на похоронах Александра Беляева. Печальная обстановка заставила ведущую упомянуть о личной трагедии. Незадолго до этого журналистка потеряла отца, с которым всегда была близка. Папа Татьяны Ростиславовны оказался долгожителем, ведь ушёл в 96 лет, успев увидеть и пик славы дочери, и взросление внука, и даже правнука. Сейчас Татьяне Митковой уже 68 лет. Татьяне Митковой